Я не знаю, насколько Ваша ситуация нестандартная, может быть, но мы получили не раз, не один раз, не два, не три подобные вопросы получали. И, возможно, люди плохо себя дают отчет в том, что нет никакого визуального, или, так сказать, типажного определения, похож на еврея, не похож на еврея. Это интуитивно воспринимается людьми, одни угадывают, другие не угадывают, одни неплохо это чувствуют, другие плохо это чувствуют. Но в любом случае нет никаких объективных критериев в этой области, похож на еврея или не похож на еврея. Объективных критерий только один, еврей это тот, у кого мама еврейка. И все. Я не говорю о геюрах, я не говорю о тех, кто были не евреями, прошли процесс, присоединились к нашему народу, я об этом не говорю. Но от рождения мама должна быть евреем. Если она еврейка, так он еврей. Если не еврейка, он не еврей. Внешние параметры могут быть. Во-первых, генетически. Например, где-то дедушка, прадедушка был евреем, и это может сказаться. И человек даже сам в этом не знает, или плохо знает, иногда скрывали, иногда не скрывали, но не знает. Это одна причина. Вторая, он вырос среди евреев, очень много вокруг, есть такое понятие мимикрия. Человек по неволе, это известно в южных городах, там было больше евреев в городах. Человек, который вырос в определенном городе, часто похож на еврея, хотя он совсем не еврей. Тоже бывает, потому что есть понятие подсознательной присоединяемости к окружающей среде. Теперь мы определили сейчас, чтобы вы знали и все знали. И мы на это, кстати, не раз уже отвечали, но я решил один раз ответить в виде ответа, чтобы тоже это помогло. Значит, определение евреям мы не сказали. Но мы дадим более серьезное, более правильное, хотя не определяемое определение. А именно, еврей это человек, у которого дополнительная еврейская душа. Кроме того, что у каждого человека есть душа, у еврея есть еще дополнительная еврейская душа. Она переходит к человеку через его мать. Поэтому это необходимость абсолютно, чтобы она была еврейкой. Если мама не еврейка, а папа еврей, ребенок не еврей, он не получает эту дополнительную душу. Поэтому объективным критерием, но не определяемым, а сугубо духовным, является наличие или отсутствие дополнительной еврейской души. Это наличие влияет на внешний вид человека в какой-то степени, в небольшой. И поэтому бывает, что человек искренне думает, что он не еврей, а ему говорят, что ты еврей. Это может иногда быть, иногда, это может означать, что его, скажем, бабушка или прабабушка еврейка, но только по материнской идее. И тогда у него есть наличество, эта душа, и она влияет на него, и он в каком-то смысле похож. Но очень часто, и больше всего, это выдумки просто. И люди говорят просто так. Допустим, человек вырос в Южном городе, у него какие-то интонации, какие-то акценты. В Южном, в Советском Союзе, конечно, в Южном городе акценты тех жителей, евреев, которые были вокруг него. Их было много. И он перенял эти интонации. В любом случае, не надо об этом думать, не надо обращать на это внимание. Если говорят другие, значит, говорят, потому что у них свой имидж, свой образ еврея, не обязательно правильный, кстати. Не обязательно, что у вас это есть, это им просто кажется, это может быть иногда интонации вашего голоса, и на это они настраивают целую картину. Не обращайте на это внимания. Но есть одно но. Если вас это беспокоит, в том смысле, что вас это интригует, и вам интересен наш народ, то узнавать о нем теперь несложно. Для этого не надо обязательно в энциклопедии читать коротенькую статью про евреев. Есть книги, есть сайты, желательно только, кто-то всегда дает этот совет, обязательно даже, только пользоваться правильными, аутентичными сайтами. Не антисемитскими, не примитивными, а реальными, за которыми стоят люди, знающие, что такое еврейское нервозрение, что такое взгляд на мир, что такое Тора и так далее. Не буду говорить о том, что я не знаю, скажу только о том, что я знаю. Наш сайт вполне справляется с задачей знакомить неевреев во всем мире, на всех пяти континентах. У нас есть простейшие доказательства, нам пишут и так далее. Мы знаем, в каких странах заходят на наш сайт. Мы не знаем людей, но мы знаем, в какой стране это происходит. Не всегда, но часто. И поэтому мы понимаем, что мы несем эти знания во весь мир. Это хорошо. И вы тоже можете присоединиться к этому и читать материалы ежедневно, еженедельно. И ваши знания необычайно расширятся. А потом уже вы пишите, подскажите, что делать. На этот великий сакраментальный вопрос, который в России всегда любили задавать, что делать, вы получите ответ. Причем достаточно тумчивый, серьезный ответ вы сами себе составите. Но для этого вам нужно, например, если берем наш сайт, в течение полугода, год, стараться читать материалы его ежедневно. Не обязательно новый, можно старый. Вы разберетесь в устройстве сайта, есть поисковик там, внутри есть какие-то вопросы специфические, можно спросить. По категориям есть материалы разделены, даже вот мои ответы разделены тоже по категориям. И потихоньку так у вас остается необходимое впечатление, и вы будете знать, что делать. А пока, пожалуйста, приглашаем в гости читать наш сайт. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...